здравствуйте друзья здесь демитков юрий у меня уже несколько раз спрашивали а что там с модельным портфелем почему я про него очень редко рассказываю дело в том что модельный портфель сейчас очень редко обновляется и поэтому там нет особого предмета для того чтобы снимать о нем что-то это во-первых а вторых он не растет все стоит на месте ну потому что и в общем-то акции не не росли вот но недавно вот на этой неделе в начале по моему недели по моему в понедельник пришла рекомендация все-таки с небольшими изменениями в модельном портфеле что это были за изменения сейчас я расскажу ну во первых там выросли акции сургут нефтегаза привилегированные и была рекомендация их продать и немножечко докупить акции русагра и русала давайте сейчас покажу да что мне немножечко удивило с модельным портфелем дело в том что вот на прошлой неделе наконец-то выросли на московской бирже акции очень сильно выросли газпрома наконец-то давно ожидался рост и они очень здорово скопнули мозг как ну и сургут нефтегаз префы вот но тем не менее почему-то в портфеле их не было газпрома который вот рванул вверх аж на 16 процентов за один день вот поэтому ну для меня это немножечко странно давайте вернемся но графиком посмотрим что там сказать за рекомендации и так вот мы видим рекомендации не рекомендации мы видим состояние модельного портфеля на текущий момент акции куплено здесь но на какую-то сумму есть небольшая сумма в кэше 8546 рублей кэше здесь у меня достаточно не много акций куплено потому что но это как бы модельный портфель для того чтобы просто отслеживать динамику по модельному портфелю у меня здесь куплено где-то на 80 тысяч вот всего рублей всего актива включая рублей вот и вот сейчас я вам покажу вот сургут нефтегаз префы вот они вот они были ну как бы они падали вот и наконец они выросли вот здесь поступила где-то рекомендация закрыть эту позицию что в общем-то и было сделано ну я не помню по какой цене точно было сделано но где-то в районе 40 с чем-то рублей в принципе разумно но мне казалось что они могут еще вырасти но тем не менее поступила рекомендация закрыть эту позицию что и было сделано с одной стороны то есть мы зафиксировали прибыль по сургут нефтегазу привилегированным акциям и была рекомендация докупить докупить акции агро но вот вы видите что акции агро последнее время упали и прекратили падение в общем сказать здесь они уперлись в линию сопротивления и соответственно в линию поддержки то есть разумно вполне рекомендация вот на недельном графике ну сказать я думаю что вполне разумно что будет расти то же самое касается русал русал совсем валился последнее время вот и соответственно было сказать была рекомендация до купить русал вот но немножечко увеличить долю русала в портфеле и так сейчас на сегодняшний день вот вы видите состояние портфеля сейчас постараюсь увеличить вот в такой пропорции 14 процентов портфеля ленэнерго преф и 13 процентов северсталь 1144 процента агро распадская 1118 распадская ожидаю рост русал 1105 система 1023 никак не вырастет детский мир никак не вырастет 952 лср ао это девелопер насколько я помню вот и нл россии там обещают хорошие дивиденды вот такая штука и в российских рублях по прежнему 8546 рублей напоминаю что у меня всего-то ничего там вложено 80000 рублей просто чисто для того чтобы ну как бы отслеживать динамику портфеля больше ни для чего это портфель который открыт на брокерском счете на мою жену вот теперь дальше давайте посмотрим динамику портфеля как спрашивают там упал не упал давайте посмотрим насколько он упал не упал вот портфель с с того момента как я его переформировал там было побольше денег я вывел оттуда 100 тысяч рублей и на эти 100 тысяч рублей купил структурный продукт защитой капитала вот он был куплен там до 20 по моему четвертого года и там до 22 но короче говоря надолго там 100 тысяч рублей просто выведено вот и с этого момента вот он там падал время да вот вы смотрите здесь мы видим с вами сейчас секундочку я увеличу ну вот так смотрите вот здесь он падал потом значит но он продолжал падать это в прошлом году соответственно на восемнадцатом вот здесь многие спрашивают а как же мы увидим как происходит зачисление дивидендов там и так далее а вот так вот происходит зачисление дивидендов вы видите что мои активы 83 тысячи двести пятьдесят восемь рублей зачисление доходов от ценных бумаг 80 рублей удержан налог 10 рублей вот так это выглядит от каких ценных бумаг непонятно дальше значит он падал потом он подрос зачисление доходов по ценным бумагам тысяча пятьсот девяносто один рубль 70 тысяч пятьсот девяносто один точка семьдесят два рубля удержан налог 207 рублей налог на дивиденды вот это дивиденды были получены еще зачисление доходов по ценным бумагам 55 рублей налога нет что это но вероятно это были какие-то либо о фазе либо что-то подобное что не облагается налогом дальше просто мои активы ну вот они с кого-то такая пила на самом деле здесь еще двести шестьдесят два рубля поступила на тоже по ценным бумагам и еще триста семь рублей поступила по ценным бумагам и еще триста двадцать рублей по ценным бумагам поступило это вот практически ну больше чем немножко больше чем за год что касается сначала года давайте посмотрим что у нас с начала года так давайте посмотрим триста шестьдесят пять дней в течение года В течение года вот он вел себя так, то есть он сначала подрастал, потом падал. Ну, соответственно, сейчас вот какая-то такая динамика непонятная. Вот с начала года. Кто-то говорит, что с начала года он упал. Ну, вот мои данные об этом не говорят. Вполне себе. Значит, с начала года он здорово вырос. Вот. Ну, опять же, здорово-здорово, но не до тех параметров, с которых он падал. Вот. Но потом он не удержался на этих уровнях и все-таки упал. Вот сейчас вот он, ну, так он и болтается, 81 тысяча рублей в среднем. Вот такое состояние с модельным портфелем. С одной стороны, да, конечно, динамика бледная, но с другой стороны, и прошлый год, и начало этого года, они вот, экономика страны не растет, благосостояние народа не растет, несмотря на то, что вот заверяет правительство, что вот-вот все должно начать расти. Ну, рынок фондовый показывает, что пока, в общем, правительство не справляется со своими, ну, скажем так, целями. Вот. И рынок не растет. Вот. Но, тем не менее, чем хорош модельный портфель? Тем, что ничего не надо думать, во-первых. То есть у нас есть волшебная кнопочка, нажимаем, чик, все, привести в соответствие, он приводится в соответствие. Это первое. А второе, давайте напомню, что в 2016 году он вырос на 36%, а в 2017 еще на 24%. Ну, да, сейчас он, значит, устал слишком быстро лететь вверх. Да, очень приятно, что в 2018 году он практически не упал. Вот. У меня он упал, потому что я его не вовремя сформировал. Я сформировал как раз, когда он только-только собирался падать. Поэтому, как бы, здесь все нормально. В 2018 году, да, он, значит, там упал, потом, значит, в конце года подрос. Ну, в общем, сказать, незначительно. Ну, не то, что незначительно, а по итогам года, ну, практически нулевой. Ниже, чем ставка по депозитам. Такое бывает регулярно. Вот. И надо сказать, что в этом смысле мы не одиноки. Наш любимый Уоррен Баффет тоже, так сказать, ну, как бы он не тоже, так сказать, ничего не вырос. Он потерял здорово. Там несколько миллиардов долларов он потерял. Так что мы не одиноки. Можно утешать себя, что не только нам не везет, но, так сказать, и Уоррну тоже нашему, блин, Баффету. Вот. Поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите за рекомендациями. Да, и сейчас, кстати, сейчас, ну, вот в конце мая вроде бы говорят, что ожидается, может быть, какое-то снижение в связи с перераспределением активов там. Ну, от, так, сейчас, MSCI, Morgan Stanley, вот, и, соответственно, значит, там будет, скорее всего, часть активов российских продана и выведена в другие развивающиеся страны. Ну, поэтому ожидается некая, ну, небольшая распродажа где-то 28 мая. Вот. Я думаю, что, честно говоря, мы ее, скорее всего, либо не заметим, либо будет некий рост. Ну, а потом, вот сейчас наблюдается рост, потому что «Газпром» уже рванул, распадская вот-вот, детский мир вот-вот, поэтому я ожидаю, что будет рост. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.